так первый вопрос такой вы мастер маникюра педикюра как по поиску работы потом продолжу я еще этот вопрос как по поиску работы так как мне объяснили как я сама в принципе вижу уже что здесь в основном этой профессии занимаются представители китайской национальности вот и это все уже этот рынок так скажем захвачен хотя я знаю вот одна из подписчиц олеся она работает мастером по маникюру педикюру по моему так ну в общем в этой сфере она работает в салоне красоты и есть еще другие наши соотечественницы которые нашли тоже работу в принципе не не проблема наверное и салоны я знаю открывают наши вот как получить сертификат на такую работу это эта вторая часть вопроса нужно пройти обучение по-любому нужно здесь учиться потом нужно сдавать экзамен в лос-анджелесе экзамен будет на английском языке то есть если вы готовы учиться и скорее всего это будет платно учиться и потом сдавать экзамен нужно будет ехать если вы готовы на английском его сдать то пожалуйста это тоже не проблема но так дальше у меня профессия у меня профессия парикмахер и нужен ли сертификат для того чтобы открыть свою парикмахерскую какие разрешения я честно не знаю какие разрешения нужно но на то что сертификат нужно это точно потому что даже если простой парикмахер и простой мастер маникюра педикюра не может работать без сертификата без лицензии то безусловно когда открываешь парикмахерскую или салон красоты тут нужны много нужно бумажек и много всего в том числе сертификаты и лицензии какая разница по сравнению с работой в россии специфика я не знаю честно не работала потому что здесь когда я приехала сюда я поняла что мне не хочется этим здесь заниматься не вижу я себя здесь мастером маникюра педикюра но на это тоже несколько причин во первых я не уверена что я смогу сдать экзамен на английском языке хотя если там поднатужиться можно безусловно это такая маленькая причина и незначительно также нужны деньги на то чтобы обучаться здесь тоже где сейчас деньги взять и как-то не знаю не вижу и у меня зрение очень сильно упала за последнее время и так как эта работа связана с такими мелкими вот узорчиками деталями там вот все это маникюр делаешь когда там не дай бог чуть-чуть влево вправо там чтобы не резануть человека и это постоянно напряжение глаз и она и без того у меня сейчас зрение не очень хорошее а если так напрягаться то конечно же она будет ухудшаться не хочу не знаю пока вот так вот я думаю а потом видно будет не знаю может соскучишь по профессии захочу снова не знаю дальше второй вопрос подробнее о климате в сан-диего про змей про москитов и нечисть про климат сан-диего мы очень-очень-очень много говорили климат здесь очень мягкий сухой очень такой благоприятный здесь нет особой влажности если даже жара бывает жаркие дни их немного и в то же время эти жаркие дни воспринимается здесь намного легче нежели бы если если была бы влажность потому что вот у нас в россии ярославле очень сильная влажность была там и морозы сильнее воспринимались и жара тяжело идешь весь мокрый с тебя течет тут очень так мягко здесь не бывает морозов и очень таких холодных дней здесь всегда тепло зимой но бывает до плюс 16 опускается днем это редко почти всю зиму было 20 градусов вот эту но были прохладные дни тоже 15 16 были немного вот такая зима у нас в основном в среднем где-то 20 градусов 19 21 летом бывает и до 30 но прям до 40 это очень редко тоже бывает прошлое лето по моему была вот сильная жара и пожароопасная такая была обстановка пожары были вот но по статистике жарких дней тоже здесь не так много и еще такая особенность здесь что каким бы жарким не был день вечером всегда прохладно здесь вечером приятная приятная прохлада наступает и так комфортно дома у нас всегда прохладно мы вообще почти не включаем наверное один раз только включили может быть осенью вот когда приехали было жарковато не включаем на кондиционер потому что не так сильно он здесь нужен и в то же время не так часто мы включаем обогреватель зимой но в эту зиму мы одну зиму только здесь позимовали вот почти ну горел у нас еле-еле там включенным на минимальную чуть-чуть поддерживал просто тепло этот хитр здесь называется обогреватель хитр на газу у нас он тоже он не так много у нас потреблял газа так что очень здесь мягкий хороший комфортный климат и причем это не только мы говорим это и по статистике так если вы наберете в гугле на климат сан-диего то он из всего из штат из всех штатов из всех городов америки считается самым лучшим климатом в америке климат сан-диего а если говорить про змей москитов нечисть как вот здесь написала подписчица да змеи здесь есть они в основном в горах все находятся там ползают в горах в каньонах многие здесь которые живут люди уже десятки лет кто-то пять лет кто-то шесть в общем порядочное количество времени многие из них ни разу не видели ни одной змеи здесь то есть прям вот так чтобы они по улицам ползали или там к вам в дом заползали ящерицы добывают змей и мы вот здесь шесть месяцев полгода мы ни разу ни одной змеи не встретили хотя мы и гуляем в принципе немало и в парках вот как вы сейчас видите и везде везде мы бываем и в горах мы были на правда в горах мы ходили по асфальтированной дорожке вот так что ну редкость они где-то там в такой естественной среде в горах подальше от людей живут вот что здесь еще у нас москитов и нечисть москитов меня здесь ни один комар не укусил честно вам признаюсь не один хотя виталик говорил что один вроде бы как укусил то я даже удивилась и говорит ты че может это не комар он говорит комар надо же за полгода там один комар его укусил здесь нет такого чтобы прям знаете как у нас в россии пауты вот эти вот оводы слепни о это невозможно здесь такого нет и как вот комаров рой тоже здесь такого нет хотя встречаются как говорят то есть ну мухи бывает нам домой залетают мухи тоже не так их сильно много вот чем мне тоже нравится здесь сан-диего вообще в принципе калифорния что здесь нет так много вот этих вот москитов здесь очень все в малом количестве не так сильно они досаждают а нечисть какая нечисть больше я больше никакой не знаю вот знаю что змеи есть и знаю что эти скунсы вот скунсы не такая уж это и нечисть просто они воняют иногда вот и все а еще могут быть вроде как койоты там тоже в горах и тоже где-то в каньонах в городе конечно же вы их никогда не встретите вот и все больше ничего не знаю как во флориде крокодилы аллигаторы вернее это нет такого ничего также здесь нет смерчи ураганов у меня фобия почему-то насильный ветер я очень боюсь вот этих сильных ветров для меня это очень страшно ураганы смерчи есть сохраняется угроза землетрясения да это конечно но почему-то я его не так сильно боюсь потому что видимо не испытывала такого никогда но все же люди здесь много-много лет живут и не те кто приехали допустим а коренные жители и все прекрасно живут и никто не ощущал здесь особо сильных таких сенсор сан-франциско были до сильное землетрясение здесь сан-диего так уж таких разрушительных сильных землетрясений мы не слышали что были поэтому мне как то здесь спокойнее нам спокойнее от этого да тут говорят говорят что прогнозируется какое-то сильное землетрясение в калифорнии одна из подписчиц тоже написала предупредила нас вы не боитесь нет не боимся вы знаете везде может что-то случиться везде что-то может произойти и даже где вроде бы не ожидаешь и нет никаких катаклизмов человек может или целая семья может умереть неожиданно не даже не от катаклизмов и не от землетрясений и знаете везде везде в любой стране везде существует некая опасность если постоянно жить в страхе то это не лучше не жить ну произойдет и произойдет произойдет значит мгновенно что делать хотя ученые тоже часто ошибаются в своих прогнозах дальше нет ли у третий вопрос нет ли у вас аллергии сезонной в связи с проживанием сан-диего или какого-то другого такого нежданчика на это я отвечу так что там в ярославле когда мы жили у виталика постоянно были с собой лекарства от аллергии зодок мы покупали мы покупали его пачками и он постоянно его принимал хотя там особо ничего не 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 цвело только по весне там какой-то небольшой промежуток времени но пилу на те лекарства не только весной а всегда всегда у него была аллергия на что-то там видимо на какие-то выбросы выхлопы я не знаю там какие-то вот заводы там у нас постоянно выбрасывали воздух все я думаю что это на это было аллергия связано с этим здесь скажу честно положа руку на сердце мы привезли с собой эти все лекарства конечно же опасаясь что здесь тоже возникнет аллергия потому что здесь очень много всего цветет но как ни странно он ни одной таблетки не выпил и я тоже я тоже аллергичная очень мы не пили ни разу эти таблетки от аллергии здесь все цветет все пахнет все благоухает но мы не страдаем от аллергии здесь здесь вот в парке не могу вам показать но наши другие видео вы видели что-то очень много цветов очень много растений очень много деревьев даже которые цветут и запахи такие стоят сейчас вот зацвел тоже кипарис по-моему ой не кипарис сейчас скажу который каллы которые едят как же называется то забыла в общем листья которого едят каллы вот зацвело это дерево тоже даже видели вчера кактусы алоэ вера зацвел в одном месте так красиво он цветет один раз в жизни потом умирает этот куст алоэ алоэ вера вот и несмотря на это у нас нет аллергии но опять-таки это у нас так я знаю что люди здесь живут некоторые у них есть аллергия наших друзей у одного из наших друзей но это вот последнее время у него сейчас здесь говорят что когда вот эти вот ветра санта она по моему они называются с пустыни они вот что-то приносят оттуда с пустыни и и вот бывает у многих аллергия не у многих некоторых так что у нас нет аллергия но у некоторых она есть поэтому как у вас будет я не знаю честно на слава богу нет у нас все прошло ну вот на этом все закончу это видео буду делать понемножку отвечать на вопросы будут делать подобные видео сейчас нам уже идти домой надо всем пока пока спасибо что смотрели что смотрите нас за то что комментируете ставите лайки нам все это очень приятно всем бай-бай всем пока